В эфире главный информационный проект Слуцк ТВ «Время новостей». О событиях нашего региона расскажу вам я, Ирина Вечер. Здравствуйте. Слуцк Облгарант отмечает юбилей. 50 лет назад в Слуцке появилось предприятие, которое занималось ремонтом телерадиоаппаратуры. Сейчас Слуцк Облгарант – многоуровневая компания, предлагающая населению огромный спектр услуг. С юбилеем нас! Слуцк Облгарант 20 июня 2024 года отмечает полувековой юбилей. И сегодня мы покажем вам редкие архивные кадры и немного прикоснемся к 50-летней истории предприятия, которая сегодня представляет собой многоуровневую структуру и в нашем городе предоставляет услуги кабельного и цифрового телевидения, высокоскоростного оптического интернета, интернет-провайдера Амиго, услуги информационно-рекламной тематики «Бегущая строка» и Слуцк ТВ, рекламу в лифтовых кабинах нашего города, обслуживание домофонов, услуги по ремонту бытовой радиоэлектронной аппаратуры, сдачу в наем собственной недвижимости. Началом истории предприятия можно считать 1974 год, когда 20 июня по решению Министерства бытового обслуживания населения БССР создано Республиканское промышленное объединение «Белбыт радиотехника». 1992 год знаменательен для предприятия не только тем, что это год рождения главной телезвезды города, но и тем, что предприятие с этого года предоставило населению новую услугу. В августе была введена в эксплуатацию первая сеть кабельного телевидения в городе Слуцке. Подключены первые 20 многоэтажных домов. С тех пор шла непрерывная работа по расширению сети. Система кабельного телевидения была построена в старых дорогах. Любань в агрогородке Лучники выполняли собственными силами строительно-монтажной работы по подключению частного сектора к сети кабельного телевидения. С 2013 года начались работы по прокладке оптоволоконного кабеля в Слуцке. Так в наш город пришло цифровое телевещание. Мы успешно осуществляем свою деятельность в Минской и Гомельской областях. Город Минск, Слуцк, Старая дорога, Любань, Копль, Речица. В настоящее время только по городу Слуцк мы оказываем на услуги интернет более чем 260 многоквартирных жилых домов. А кабельное телевидение и того больше, более 330. Кроме того, большое количество пользователей нашего телевидения есть и в частном секторе, более 2000. В настоящее время технология не стоит на месте. Также и мы стараемся шагать в ногу со временем. Наряду с коаксиальным, к повсеместной используем и оптоволоконные линии связи, что позволяет существенно улучшить качество трансляции телевизионного сигнала. В ближайшей перспективе на последующие два года есть расширение мультисервисной сети связи в новом микрорайоне по улице Борисовца, Зеленая, Магистральная. Что касаемо городов Копль, Любань, Старая дороги, также планируем провести модернизацию головных станций, ремонт и модернизацию кабельных сетей телевидения. За годы деятельности «Гарант» был даже дилером в сотовой сети «Бест» дали лайв. А 1 июля 2011 года на канале «Плюс ТВ» вышел первый информационный выпуск телепрограммы «Слуцк ТВ». Приветствуем вас, дорогие слудчане и гости нашего города. Сегодня начинает работу телепрограмма «Слуцк ТВ» и вы смотрите наш первый информационный выпуск. В наших телесюжетах мы будем рассказывать об историко-культурных ценностях Случины, о достижениях трудовых коллективов, о вас, дорогие слудчане, обо всем том, что будет происходить с нами рядом. Презентация телепрограммы «Слуцк ТВ» состоялась 30 июня в административном здании учредителя программы Открытого акционерного общества «Слуцк Облгарант». Проект потребовал огромных усилий, но его реализация стала возможной благодаря взаимодействию со Слуцким районным исполнительным комитетом обществом с дополнительной ответственностью «Белви Асад». Сегодня мы открываем телевизионный канал «Слуцк ТВ». Это знаменательная дата в преддверии праздника Дня освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захвачников, День независимости нашей страны. Сегодня, открывая телевизионный канал «Слуцк ТВ», информируем всех людей Случины, что к этому интересному событию мы начали двигаться в прошлом году. Действительно, зародилась такая идея, чтобы создать телевизионный канал. Такой город Слуцк и Слуцкий район, один из крупнейших районов Минской области, безусловно, должен иметь свой телевизионный канал, который бы объективно показывал не только жителям Слуцкого района, но и всей Минщине, как живут Случане, какие события сегодня происходят на Слуцкой земле. Шли мы к этому событию долго, но вместе с тем отрадно сегодня отметить, что вот эта идея, этот проект реализован благодаря нашей Слуцкой коммерческой организации «Обл Слуцгарант». Я сегодня выражаю слова благодарности руководителям этой организации, Тишкевичу Александру Валентиновичу, за понимание этой идеи, за то, что он поддержал районный исполнительный комитет, и этот у нас проект состоялся. Безусловно, мы сегодня благодарны нашим партнерам, это правообладателю канала «Плюск ТВ» и лично Статкевичу Петру Петровичу, который с пониманием относился к нашему предложению и пошел на встречу. И вот благодаря взаимодействию этих двух коммерческих организаций мы сегодня имеем свой канал. Слуцг ТВ с 2020 года вещает в качестве Full HD и на данный момент закрывает информационную повестку не только в Слуцком районе. Мы транслируемся в девяти городах Минской области. Это Борисов, Фаниполь, Старые дороги, Жодино, Молодечно, Слуцк, Любань, Держинск и Кополь. Дважды в неделю в эфир выходит главный информационный проект «Слуцг ТВ. Время новостей». Еженедельный гороскоп, мотивационный проект «Делай, как я», разговор с психологом, есть на земле таки куток, музей «Случины» проект, специальный репортаж, культурная вандроука, «Случино-спортивная» и многое другое. Все выпуски можно пересмотреть на нашем YouTube-канале «Слуцг ТВ». Мы открыты к новым предложениям и 24 на 7 на связи с нашей аудиторией в социальных сетях «Слуцг ТВ». Игорь Стрижкин работает на телеканале с самого начала его основания уже 13 лет, а Игорь Александрович Васильков, начальник Солигорского производственного участка, предприятию служит уже 35 лет. Целый ряд сотрудников работают у нас от 10 лет и больше. В 2012 году был реализован еще один значимый проект строительства мультисервисной сети связи «Интернет». Новая услуга цифрового телевидения и предоставления доступа к сети «Интернет», проведена масштабная реконструкция кабельных сетей в «Слуцке», обеспечена подача расширенного пакета программ в многоэтажные жилые дома в городе. Сегодня пакет услуг включает в себя до 100 цифровых телевизионных каналов и домашний высокоскоростной интернет «Амиго». Услуги доступны в «Слуцке», «Минске» и «Речице», и компания продолжает стремительно развиваться. «Слуцк Облгарант» – это хороший сервис для клиентов и достойное условие труда для сотрудников. Наша команда состоит из профессионалов. У нас ценят сотрудников, готовых найти подход даже к самому требовательному клиенту мы двигаемся в одном направлении. Вот такие наши первые 50, дальше больше. Оставайтесь с нами, мы любим то, что делаем. И каждого из вас благодарим вас, дорогие наши, за сотрудничество. С юбилеем, нам 50! Главное событие прошлой недели, конечно, выпускной. 14 июня уже бывшие 11-ти классники отпраздновали окончание школы. Лучшим из лучших в городском доме культуры вручили медали. Золотые умы случины собрались сегодня в городском доме культуры, чтобы поставить яркую точку в своей школьной истории. Из рук председателя Слудского райисполкома Владимира Гоги 39 отличников получили свои заветные золотые и серебряные медали. Путина Анастасия Сергеевна Ракицкая Анастасия Сергеевна Савицкая Мария Тихановна Зайкевич Ульяне Викторовне Лидер Ксении Витальевне Соловьеву Андрею Алексеевичу Скритлевской Анне Александровне Выпускникам средней школы номер 10 имени Сергея Федоровича Рубанова Алишевич Елизавета Юрьевна Башурия Илония Геннадьевна Из 519 выпускников Случины 39 имеют аттестат особого образца 33 из них золотых медалиста и 6 серебряных Средняя школа номер 10 имени Сергея Федоровича Рубанова в этом году выпустила 7 золотых и серебряных медалиста Мария Горовенко, набравшая 100 баллов по русскому языку поделилась с нами секретом золотой награды Хочу сказать очень большое, огромное спасибо всему педагогическому составу нашей школы именно из-за них, именно из-за них такие результаты они меня очень поддерживали и тут прям очень хорошее отношение к ученикам Что передаш выпускникам следующее? Я передам верить в свои силы, стараться обязательно и у вас все-все-все получится обязательно Напутствие будущим выпускникам от золотой медалистки средней школы номер 13 и стабальницы Алины Бондаревич Всем будущим выпускникам желаю просто огромнейшего терпения Самое крутое, наверное, это после Куси когда ты уже выпустился и когда уже понимаешь, что все это позади конечно, есть какой-то момент грусти такой небольшой что уже этого ничего не будет но тем не менее ждет не менее крутой период в будущем и вообще хочу сказать, что самое главное в нашей жизни это люди и очень важно правильно уметь общаться, договариваться и вообще в целом дружить все будет круто Про родителей золотых чат также не забыли Начальник управления по образованию Слуцкого райисполкома Инна Серединская вручила благодарности родителям, выучивших медалистов случины В добрый путь, дорогие выпускники Как нас станет ничего или нет такого что не подвластно было там У-у-у-у Никогда не сдавайся, забудь о ничьи И для этого есть сотни тысяч причин Получай и избивь, но позови ночи Обязательно ты всю мечту распишись получить Заверяй только честов своих Оставайся с собой, а не те кто отрути Если просят о помощи, то помоги Если силы качаются, помнишь-то здесь. Всё зависит от нас самих, всё зависит от нас, Ничего в мире нет такого. Всё зависит от нас самих, всё зависит от нас самих, Ничего в мире нет такого, что не опасно было там. Всё зависит от нас самих, всё зависит от нас самих, Расставание со школой – шаг в новую жизнь. Успехов и удачи желаем всем выпускникам в достижении ближайших целей. Ничего не бояться на пути к мечте. Ну а в родных стенах всегда будут рады встречи. Как прошел выпускной в средней школе номер 8 смотрите в нашем сюжете. АПЛОДИСМЕНТЫ В 2024 году адестата в общем среднем образовании следующим выпускникам – Башуре Антону Николаевичу. АПЛОДИСМЕНТЫ Также включается в Роман Министерства «Успехи в изучении физической культуры и здоровья» – Бывалка Елизавета Андреевна. АПЛОДИСМЕНТЫ Гомандков Артем Сергеевич. АПЛОДИСМЕНТЫ За свои отзывы – Роман Министерства. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Казаков Александр Сергеевич. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, уже вручены аттестаты. Поставлена точка в школьной тетрадке. Вы стали не просто девочки-мальчики. Уходят из детства ваши трамвайчики. Ночь выпускная с ним просто прощается. Взрослая жизнь. Только всё начинается. Ребята, пусть эта красная лента станет символом вашего вступления во взрослую жизнь. Мы хотим попросить нашу уважаемую Марию Александровну перерезать эту ленту. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Потому что нельзя, потому что нельзя. На свете красивой такой. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. Субтитры подогнали 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 Симон. 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 Субтитры подогнали 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 Симон. Симон. Субтитры подогнали 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 Симон. детям до 14 лет запрещен. Без сопровождения взрослых, соответственно. На сегодняшний день это будет ограничиваться профилактической беседой, вызовав родителей соответствующую инспекцию. Административная ответственность предусмотрена за купание в запрещенных местах. Дети некоторые приходят сюда на пляж отдыхать, и когда я строго к ним отношусь, где-то с пляжа прогоняю несовершеннолетних или же не даю им баловаться, то пойдем мы купаться в другое место, на шлюз или туда, под деревню Ячево. Я предупреждаю, что административная ответственность, статья 2442 Кодекса об административных правонарушениях, штраф до трех базовых величин. Зоны отдыха в Слудском районе не поменялись, к сожалению, не увеличились. На сегодняшний день это городской пляж в 11-м городке и зона отдыха на Груднянское водохранилище. Эти зоны обследованы водолазами. Санстанция берет анализ воды на пригодность к купанию, и проводятся соответствующие все мероприятия для безопасного купания. В Слудске дежурят спасатели, работают ежедневно, без перерыва, в дневное время суток. Я подчеркиваю, в дневное время суток, потому что, согласно правилам, купаться в темное время суток запрещено. В Слудском районе уже в этом году произошел несчастный случай с несовершеннолетним. Надо еще понимать, что нужно заходить в воду, когда она теплая, когда ее температура выше 18 градусов, потому что на улице может быть 25, 26 и 30, а вода еще не прогрелась. Соответственно, может произойти спазм сосудов головного мозга, спазм мышц, это судороги. Отсюда несчастных случаев. Ребенок, ребенок, я по-другому не назову, 14 лет, на окраине деревни Козловичи, выехал к водоему, к месту запрещенному для купания, залез в воду. Ну, скорее всего, тогда вода еще была холодная, где-то схватила судорога, потому что глубина была небольшая, спасатели доставали его, даже не используя водолазное оборудование, метр сорок, метр пятьдесят, и ребенок погиб. На детском пляже в Слудском ЖКХ установлено ограждение для купания малолетних детей до 9 лет. Оно не предназначено для того, чтобы по нем ходили, на нем сидели, с него прыгали. Это категорически делать нельзя. Это будет просекаться и мной, и наряда милиции, которые дежурят на пляже. Объясняйте это своим детям. В Пуховичском районе уже произошел несчастный случай. Мальчик с 17 лет прыгал с такого же понтона и сломал логу. И сломал очень серьезно, неизвестно, чем там все закончится. Наш случай, который произошел буквально позавчера, 4 июня, тоже несоблюдение правил охраны жизни людей на водах, учащийся одного из наших колледжей, не соблюдая меры безопасности, пошел на глубину, не имея достаточных навыков плавания. На глубину пошел, на излучение реки, его отхватило течением, и он начал тонуть. Благодаря спасателю Слудского спасательного поста был спасен, доставлен в Слудскую ЦРБ, была оказана помощь. Ну, слава Богу, состояние удовлетворительное. Поэтому еще раз предупреждаю, и взрослые, и дети, соблюдайте меры безопасности на воде, не рискуйте своей жизнью под собственной обеспеченностью. С 21 по 23 июня на территории Слудского района ГАИ проводит две профилактические акции «Скорость» и «Колес меньше», «Опасности больше». Особое внимание уделят пресечению нарушений правил дорожного движения мотоциклистами, велосипедистами, а также участниками дорожного движения на средствах персональной мобильности. 23 июня в Слудске пройдет районный праздник в Трэнде Бай ко Дню молодежи и студенчества, которые отмечают в Беларуси в последнее воскресенье июня. Много спортивных мероприятий, концертная программа, фестиваль красок, а вечером выступления рок-группы «Доктор Джокер» и «Дискотека». На молодежном движи зажгут Моргенштерн, руки вверх, Валерия Меладзе, Надежда Кадышева и Жигальская МС. И еще одно интересное мероприятие 23 июня. В городище отмечают троицу и приглашают всех присоединиться. Обряды, развлечения, концерт и многое другое обещают насыщенную программу. А сейчас о спорте. Международный день йоги в Слудске любители здорового образа жизни отметят на городском стадионе. В воскресенье 23 июня в 10.00 пройдет занятие для всех желающих. Вход свободный. С собой удобная одежда, коврик, вода. Для зарегистрировавшихся в день занятия участников розыгрыш призов. Чемпионат Слудского района по пляжному волейболу стартовал 14 июня. 22 команды участвуют в борьбе за главный приз. 5 и 6 июля пройдет второй тур. А каким был первый, смотрите в нашем репортаже. 14 июня стартовал районный чемпионат по пляжному волейболу. В этот раз заявились 22 команды, 44 участника. Несомненно, приятно видеть в строю старожилов, но еще больше радует, что новичков прибывает. Сахаро-Рафинадный комбинат выставляет, как всегда, не одну команду. Крановый завод второй сезон принимает участие в чемпионате и уже расширенным составом. Новички, команды Интерферм, а также представители футбола, ребята из команды Шанхай и другие. Во время открытия поблагодарили Слудское ЖКХ за помощь в благоустройстве площадок. И, конечно, Валерия Светлова, старожила-наставника, вместе с другими ветеранами, принимавшего активное участие в этом. Я думаю, все будут согласны, что горными аплодисментами благодарим нашу старожилу. Которые следили за этим, представьте, они вот на том прекрасном виде у нас постоянно. Первые игры после жеребьевки и открытия. Конечно, команды в разной степени подготовлены, но точно есть те, за которыми наблюдать очень интересно. Например, девушки, которые всегда борются за призы. Хорошая. Вот я. Бей, надо было бить туда. С лучшей, и все. Оба. Или вот эти опытные волейболисты. Музыка. Музыка. Меняемся. Музыка. Музыка. Опыт дело наживное. Наверняка новички станут сильнее к окончанию чемпионата. Ну а мы следим за развитием событий. Сменится ли чемпион, зажгутся ли новые звезды? Узнаем в августе. Итоги первого тура такие. Победители – команда Слудского ЖКХ. На второй позиции – представители сахаро-рафинадного комбината. На третьем – команда Слудских электросетей. В июле будет два тура чемпионата. А пока приходите на обновленные площадки и играйте в волейбол. Футбольная команда «Шанхай» и «Слудска» выдала огненный матч в несвеже 15 июня. Проигрывая 3-0, слудские футболисты сумели не только сравнять счет, но и вышли вперед 4-3 победа «Шанхая». У слудской команды два поражения и три победы в трех последних матчах. Приходите на стадион Слудского государственного колледжа 22 июня в 15.30 и поддержите «Слудчан» соперник «Старой дороги». Удачи нашим ребятам. Болеем за «Шанхай». И о погоде. 22 июня обещают малооблачный день, к ночи – небольшой дождь. Южный и юго-восточный ветер до 4 м в секунду. Ночью плюс 15, плюс 13, днем 23-24 градуса. 23 июня облачно, ночью небольшой дождь. Западный ветер 3-5, порывы до 11 м в секунду. Температура воздуха ночью 17-16 градусов, днем плюс 22, плюс 23. 24 июня облачно, ночью небольшой дождь. Ветер северо-западный 4-5, порывы до 10 м в секунду. Плюс 16, плюс 14, будет ночью, днем 19-21 градус. На этом наш выпуск завершен. Смотрите нас на YouTube-канале Слуцк ТВ. Еще больше интересной информации можно найти в наших соцсетях, в Instagram, Telegram, Вконтакте и Одноклассниках. Подписывайтесь и активничайте. Мы рады сотрудничеству и обратной связи. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!